Суровый календарь нынешнего розыгрыша мужской суперлиги вовсе не предполагает перерыва между кругами. Поэтому всего лишь 4 дня разделила матчи Казанского «Зенита» и Новокуйбышевской «Новой». Зеркальная система розыгрыша и вот уже столица Республики Татарстан принимает команду. Но главным событием в этот вечер, безусловно, стал дебют новоиспеченного связующего «Зенита» Александра Будько, который впервые с декабря появился на площадке в официальном матче, при этом сменив не только клуб, но и номер, кроссовки и даже имидж. Не было давно игровой практики, конечно, еще плюс. С основным составом потренировался всего 2 тренировки, конечно, что-то сыграться как-то тоже тяжело было. Сейчас физическое состояние мое таково, что если я еще буду играть с эмоциями, то меня может не хватить просто. Поэтому я сегодня себя как-то сдерживаю эмоционально. Думал, что постепенно-постепенно будет получше. Тренерский штаб во главе с Владимиром Олегно принял решение, что набирать форму лучше непосредственно во время матчей. И вот уже не летавший с командой на три выездных матча Будько сразу же выходит в стартовой шестерке вместе с Владиславом Бабичевым, тем самым предоставив отдых Алексею Вербову. Начало встречи выглядит многообещающе, в первую очередь за счет самоотверженных действий команд в защите. Главным же забойщиком вновь выступает Мэтью Андерсон, который по итогам матча наберет 11 очков, при этом реализует 9 из 10 своих атак. 25-17 по итогам первой партии, лишь благодаря успешной игре Владимира Якимова и аж 10 собственных ошибок «Зенита». Учитывая то, что первый раз вышел на площадку Александр Будько, я ожидаю им от того, что где-то неувязышки были на краях в первой партии. Конечно, новая команда, но ребята все старые, поэтому проблем у коллектива вообще не было. Пришел, как будто в сборную приехал. Первый темп, да, как раз, конечно, нужно сыгрывание. На тренировку все приходит, не все получалось. Нужно было понять просто до начала, ну, как писать в края. Во второй партии продолжает солировать Якима. 1-4, которые, правда, довольно-таки быстро трансформируются в 12-8. Но и тут Нова не бросает играть, сокращая счет в 19-17. После чего вновь на аванс сцену, а точнее на подачу, выходит Мэтью Андерсон. Прекрасная серия в исполнении «Американца» и на табло 25-18. Третий сет. На табло 3-3, а на подаче Вильфреда Леон, которого не могут остановить ни два таймаута Константина Брянского, ни первый технический. 10-3. В итоге в активе Лео 5 эйсов, 18 очков и титул самого результативного игрока по итогам встречи. В какой-то момент, опять же, не веря в себя, останавливаемся, совершаем ряд ошибок, что позволяет сопернику. Я, конечно, не говорю про те моменты, когда выходит подряд Леон раз за разом. Тем не менее, именно в простых ситуациях совершаем ошибки, которые не позволяют нам, так скажем, не отдавать самим очки. Лишь при гандикапе минус 7 новокуйбышевцы как раз-таки исключили свои ошибки. Владимир Олег на же выпускает на площадку с Перидонова, Кобзаря, Политаева и Димакова. Темп встречи заметно падает, чем гости не применули воспользоваться. После двух эйсов все того же Якимова уже ново впереди, отыграв невероятные минус 7. 18-19. Правда, в концовке все-таки сказался опыт зенитовцев. Неподражаемый Андерсон свой мяч забил, а вот Владимир Съемщиков игровой снаряд отправил в Вау. 27-25 в третьем сете и 3-0 в матче. Удалось вновь немножко создать конкуренцию, что, в принципе, нам и нужно было. Немножко в центре неувязочки получились, может быть, расслабились. Немножко в центре два или три раза промахнулись. Блок не перенесли, если Ваня будет допустил ошибочку. В принципе, все нормально, допустимо. Понравилась, конечно, концовка. Она была напряженной. Это и оставило хороший след и впечатление об игре в целом. Смотря на то, что мы на выезде, мы, тем не менее, показали более раскованный волейбол, порадовали замены, догнали и собрали такую интересную партию. Когда ты ведешь много очков, команда соперника начинает просто рисковать, потому что уже понимаешь, что проигрывают игру. Тут как раз тот момент, когда полетела подача. Ну, ничего страшного, даже интересного было. Самое главное сегодня – это победа. Все семь встреч 14-го тура Суперлиги завершились победами хозяев, из которых, пожалуй, что можно выделить лишь пятисетовую битву между Белогорьем и Уралом. Именно с коллективом из столицы Республики Башкортостан подопечным Владимира Олегна предстоит сыграть свой следующий матч уже 13 февраля в 17.00 по московскому времени. Уважаемые болельщики, мы с радостью ждем вас в центре волейбола Санкт-Петербург.